Азербайджан опять страшно обиделся на Марию Захарову. При том, обиделся он не из-за того, что официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ высказала что-либо нелицеприятное в адрес Баку, и вовсе не потому, что она как-либо осудила позицию Азербайджана по карабахской проблеме. Скажем, более Захарова вообще не упомянула Азербайджан, и у нее даже в помыслах не было этого делать, ибо тема, о которой ниже пойдет речь, имела отношение к Азербайджану ровно настолько, насколько, скажем, искусство Агюста Родена может иметь отношение к биологическому механизму размножения восточноазиатских тараканов. Но в Азербайджане все же решили на нее обидеться. Судите сами. 14 июля российский тележурналист Владимир Соловьев в своей еженедельной авторской передаче «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым взял интерактивное интервью у Марии Захаровой. Спектр вопросов, обсуждаемых в ходе этого интервью, был весьма разнообразным, начиная с российско-американских противоречий и кончая сложившейся ситуацией в Грузии. В ходе разговора Соловьев невзначай коснулся и темы последнего посещения Захаровой Еревана, на что Захарова сразу же расплылась в улыбке и высказала буквально следующее, армянское гостеприимство не знает пределов. Это действительно очень красиво, очень вкусно, очень весело. И вы знаете, что самое фантастическое, меня принимали совершенно разные люди. Это были разговоры с журналистами, с официальными лицами, потому что я была в командировке, это были и представители общественности, культуры и так далее, мы обсуждали все темы, политические, сложные, исторические, достаточно болезненные. Меня поразило, как очень темпераментные люди, для которых вопросы истории, собственной культуры и собственного достоинства являются частью национальной гордости, имеют возможность уважительно общаться и разговаривать на самые сложные темы. Это признак культуры, признак величия, доступный не всем. Тут следует, подобно компьютерной игре, на сообразительность задать вопрос, где спрятан подвох для Азербайджана и источник его обиды. И если имеем дело с человеком адекватным, лишенным комплекса предрассудков, то даже малейшего намека на шпильку в сторону пупа земли он в словах Захаровой не найдет. Однако теперь процитируем здесь азербайджанский отзыв на слова Захаровой о ее встречах в Армении, дабы показать, каким образом в Баку выцедили слов российского дипломата причины своих обид. И забегая вперед, отметим также, что приведены эти цитаты не абы откуда, а из материалов бакинского новостного портала Хакен. Эйзи, позиционирующего себя в Азербайджане едва ли не пристанищем гуру журналистики. Вот несколько хакеназовских цитат-отзывов на интервью Захаровой. Захарова, при каждом удобном случае проявляет свою тенденциозную проармянскую позицию, не скрывая своих откровенных симпатий к экспансионистской политике официального Еревана. Захарова с присущей ей тенденциозностью забывает о своем статусе в качестве официального представителя внешнеполитического ведомства государства, осуществляющего посредническую миссию в армяно-азербайджанском конфликте. По нигерические оды в честь одной стороны конфликта, страны оккупанта и скупые, сдержанные дипломатические формулировки о другой стороне, подвергнутому интервенции Азербайджане. Ну как, спрашивается, учитывая логику, если, конечно, она присутствует здесь, этих цитат, не обратиться с призывом к Баку, товарищи, вам спешно необходимо лечение. Ведь это походит уже не на требования паритетного подхода в дипломатии, а скорее на какой-то истерический припадок мужа ревнивца. При чем тут спрашивается Азербайджан? И о какой стороне какого конфликта вообще идет речь? Коли представитель внешнеполитического ведомства одной страны посетил с рабочим визитом союзническое государство для обсуждений двусторонних отношений, коей, как говорится, не собачье дело третьей страны. Что это за слежка за официальным лицом иностранного государства с претензией на контроль? Дескать, куда это ты поехала? С кем общались? Зачем похвалила? Ну и, конечно, классическое, ты меня не замечаешь. Смешно становится от одной только мысли, как если бы какое-нибудь новостное агентство обрушилось бы с обвинениями на Захарову, когда она, скажем, посетила посольство Азербайджана в Баку, чокалась, чмокалась, фоткалась, бюль-бюль огла и не применула при этом страстно похвалить азербайджанскую черешню с линкаранскими огурцами. Ведь как же надо надругаться над собственной психикой, чтобы додуматься до такого? А ведь, между прочим, Захарова как в воду глядела, говоря о признаке культуры, признаке величия, доступном не всем. Остается только пожелать, чтобы, если не сама официальный представитель МИД РФ, жаль, что это ей не по статусу, то хоть какое-нибудь российское издание попробовало повторно довести до своих азербайджанских коллег, а вернее, вдолбить им на уже наглядном примере суть этих последних слов Захаровой. То бишь, в чем разница между величием и культурой с одной стороны и истеричностью, хамством и глупостью с другой? Спасибо.